Регистрируйте изначально себе аккаунт, Mi Account, вот так вот он выглядит. Здесь номер телефона, здесь пароль и входите. Если у вас нет пароля, нет аккаунта, то создать аккаунт. Также можно войти с помощью учетной записи в Facebook, но я не рекомендую, потому что дальнейшие все разблокировки делаются по номеру телефона и по почте. Там смски будут приходить. Поэтому создаем новый аккаунт и при создании нового аккаунта указываем страну и электронную почту, либо если он дает возможность, то указываем сразу номер телефона. Вот здесь вот создать использованный номер телефона. Придет смс, из смски код вбиваете, он выдаст капчу, рисунок со значками. Вбиваете капчу и можно будет пройти регистрацию. Дальше уже регистрация будет на форуме MIUI. Сейчас вместе с вами подадим заявку на разблокировку загрузчика. Значит, что нужно сделать на Xiaomi? Во-первых, нужно войти под свою отчетную записью. Вот здесь кнопка Sync In. Я сейчас в нее зашел, ввел туда свой номер телефона, учитывая, что у меня уже был MI аккаунт зарегистрированный. Как регистрировать MI аккаунт, смотрите отдельное видео. Вот, и зашел, теперь надо зарегистрироваться на форуме enmiui.com. Есть китайская версия сайта, есть английская версия сайта. Я вошел под свою отчетную записью, здесь вот она видна. Здесь у меня есть кнопка выхода. Выбираем кнопку Unlock. Еще, кстати, нужно имя будет придумать, то есть там придет смс на ваш номер телефона, вбиваете код, он действует в течение суток, по крайней мере на данный момент, на ноябре 2017 года, он действует в течение суток. Так вот выглядит смс, код действительно в течение 5 минут. Вбиваете код из смс, его там по-моему, несколько раз нужно будет вбить, и придумываете себе никнейм. Я его придумал, я его забил. Дальше, на кнопку Unlock нажали, выбираем Unlock Now, ждем, у нас перекинет на такой же точно сайт, и здесь еще раз нужно выбрать Unlock Now. Мы попадаем на сайт подачи заявки на регистрацию. Значит, к моему телефону привязан MI аккаунт. Вот здесь вот, здесь номер моего MI аккаунта. Выбираем, вбиваем наше имя. Если вы зашли на китайский сайт, имя нужно забивать по-китайски. Но мы зашли, так, но мы зашли, ага, фиг там, на английский сразу. Чем упростили себе задачу? Вбиваем наше имя, выбираем нашу страну, в данном случае это будет Россия. Так, плюс 7. И вбиваем номер телефона. Вбили номер телефона, здесь внизу поле, куда нужно сам запрос составить. Ну, пишем в запрос, там, давайте на русский поставим, для установки локализованной прошивки. Или для установки локализации чего-нибудь такого. Вот так выделим и добавим. Если что, выбирайте другой текст, то есть это сильно принципиальное значение особо у меня. Вот так вот выглядит окно с моим аккаунтом, ми-аккаунтом к номеру телефона. Сюда нужно вбить код из смс. Показывает смысла, не имеет никакого, потому что, ну, что смеяться-то? Код из смс-ки сами сможете вбить. Вбиваем в поле наш запрос, зачем мы это делаем. Мы вбиваем код, который у нас в капче написан. Ставим галочку, что мы соглашаемся с условиями разблокировки. Отправляем наш запрос. На номер телефона нам отправили смс-ку. Сейчас мы ее получим. Ну, уже точнее получили. 456. Вбили код, нажимаем далее. И наш запрос будет рассматриваться до 10 календарных дней. Вот так вот он выглядит. После того, как он согласился с тем, что мы правильно составили заявку, мы просто ждем. Обычно в среднем 3-4 дня это происходит. Разрешение. Насколько я понимаю, я еще ни разу с этим не сталкивался, насколько я понимаю, разрешение выдается один раз на учетную запись для разблокировки. То есть не каждый раз на конкретный телефон. Но могу ошибаться, поэтому если что-то есть дельное сказать на этот счет, то напишите в комментарии. Буду очень благодарен. Все риски по разблокировке уберете на себя. По-моему, при разблокировке не будет работать функция Find Device. Ну, я думаю, что еще какие-то есть риски, но на всякий случай как бы мы этим ограничимся. Вот. Постараюсь. Если видео смонтируют до того, как придет письмо, значит на этом все. Если вдруг придет отказ, будем как-то действовать дальше по обстоятельствам. Ну, чаще всего все это дело одобряют. Главное вот не тупить на этих моментах и правильно составлять заявление. А если дождемся письма положительных, то я его при монтаже включу дополнительно. Все, что самое важное по Xiaomi, есть прямо в плейлисте Xiaomi. Попасть может в главную страницу моего канала. Есть возможность с него снять графический ключ, поставить вот обновление по моему видео, возможно даже прошить. Если интересно, посмотрите этот плейлист. Я извиняюсь за общий шум. Получаем вот такое сообщение с тем, что вам дано право разблокировать устройство. И дана ссылка, по которой нужно скачать утилиту, которая для разблокировки, она называется не Unlock Tool, а ее уже используют так, для чего вы пытались отблокировать загрузчик. После одобрения заявки, после предоставления вам прав, переходим на сайт en.mui.com.unlock, входим под свою учетную записью, нажимаем Unlock Now, он опять может спросить смс на ваш номер телефона, и получаем вот такое окно. Получаем ссылку на программу для разблокировки, о которой я говорил ранее. Качаем ее, дальше уже делаем то, ради чего вы все это заморачивались, ради чего все это мутилось. Разблокируете загрузчик, и дальше шьете, ставить кастом на рекавери и так далее. Но это тема отдельного видео. Вот такой подкинули аппарат, на том не дали мне, блин, времени. Вот у меня сейчас есть такой донор, у меня валяется, я на нем сейчас загрузчик попробую разблокировать. Я еще хотел показать, как отладка по USB включается, параметры разработчика на Xiaomi, на этом, на примере, 5А. Вниз опускаетесь в самих настройках, о телефоне. В информации о телефоне вы смотрите, либо версию MUI нажимаете, либо в остальных аппаратах, у меня где-то на канале было видео, как включить отладку по USB, на всех случаях пусть будет, либо номер сборки. Но вот номер сборки я здесь не вижу, он, возможно, где-то в информации об устройстве глубже лежит, я не наблюдаю. На версии MUI давайте попробуем нажать 7 раз. Раз, два, три, четыре. Так, три, два, а шага осталось один. Вы стали разработчиком. Назад выходим, и появляется в безопасности. Где-то сейчас мы найдем, по-моему, в расширенных настройках, я вот очень не уверен, да, в расширенных настройках для разработчиков. Режим разработчиков я сейчас вырублю, он мне не нужен будет. Вам для разблокировки FRP, для разблокировки загрузчика, если что-то из включенного состояния, вам нужно вот эту заводская разблокировка загрузчика УС включить. И тогда все это упрощается, и при разблокировке загрузчика из включенного аппарата, насколько я помню, вот галочка крайне важна. Вот. Ну, я сейчас выключу, здесь еще отладка PUSB где-то должна быть. Вот, отладка PUSB тоже здесь включается, в этом же пункте. Сейчас я зайду в параметр разработчика, и там еще вам покажу еще один пункт, где нужно ввести наш аккаунт, чтобы к аккаунту, грубо говоря, привязалась наша разблокировка. Дело в том, что, как сейчас ситуация обстоит, я не знаю, но раньше один аппарат за один месяц можно было разблокировать. Как сейчас ситуация обстоит, я не знаю, но в этом месяце, я кажется, еще ничего не разблокировал. Могу путать. Один аппарат был. Да, был, но несколько недель уже прошло. В общем, один аппарат на один месяц давали для разблокировки. Значит, мы должны зайти в настройки. Так, тут у девелопера, девелопера опять, additional setting, расширенное, о, расширенное это называется, developer options, и me unlock status. Add the account to add the account and device. Ждем. он должен к моему аккаунту этот телефон подцепить. Так, он подцепил мой аккаунт, и тут знаете, какой момент? Немножко стремненький. Вот если, допустим, он сейчас не дает соединиться, то, и мы сейчас еще дальше чуть попробуем, то вам придется поставить приложение для VPN. В VPN выбрать регион Чина, и выбрав регион Китай, только потом он вот здесь даст привязать ваш аккаунт к устройству. Без этого он будет писать ошибку. Но здесь он ассоциировал, то есть связал мой аккаунт с конкретным этим устройством. Я смогу сейчас разблокировать через эту программу. Но вы помните про VPN. VPN приложение, а пока шный файл можно взять, я его встречал, где-то на 4 PDA. VPN загружаете, устанавливаете, галочка на известных источниках. Еще к этому нужно поставить, вот могу ошибаться, по-моему, PlayMarket нужно будет активировать, чтобы скачать приложение Google. Приложение Google подтянет Google сервисы в фоне, и только потом сможете поставить VPN. Вот почему-то без гуглских сервисов оно периодически не работает. Но это опять же, по отзывам с 4 PDA у меня вот все сработало. Качаем утилиту для разблокировки. Вот она кнопка. Ее ни с чем не перепутаешь. Сейчас у нас докачается он, я покажу ее в использовании. Не знаю, сможем телефон? У меня здесь лежит подопытный. Видео просто кусками снимается. Сейчас у меня, по-моему, Redmi Note 3 лежит с заблокированным загрузчиком. Сейчас мы попробуем его разблокировать. Так, скачалась утилита, я ее извлеку. Так, у меня тут новый монитор за это время подъехал. Извлеку ее в папку 2 в корне диска C. Там особо не принципиально. Ну, что ты тут не выделяешься? Так, попробуем, попробуем, попробуем запустить Mi Flash Unlock сразу. Не знаю, только от администратора, запускать надо или нет. Так, соглашаемся. Помним, что при разблокировке у нас удалятся все данные с телефона. Он вроде бы делает ему сброс настроек в артрезе. Сейчас введем свой Mi Account, к которому мы подключим аккаунт разработчика и продолжим. Вошли под своей учетной записью. Ищет телефон, он вошел под моей учетной записью. Он должен сейчас определить мой телефон, он его нашел. Телефон у меня сейчас в режиме Fast Boot, это минусы питания. Значит, плюсы питания это режим Recovery, минусы питания режим Fast Boot. Выбираем ему Unlock. Он говорит, что все будет потеряно и все риски я беру на себя. Я согласен. Идет версификация устройства и его разблокировка. Устройство он у меня версифицировал успешно, а вот с разблокировкой аккаунт, аналог, весь девайс. Да, нифига. Моя главная ошибка, ну, как я поторопился, хотел вам показать, моя главная ошибка была то, что я должен войти под вот этим аккаунтом на своем телефоне, вот на этом. А я просто выцепил, у меня тут донор лежит, полусобранный там, мутант, я не знаю, может попозже покажу, его там плата наружу, там камера нет, еще что-то. Вот, то есть его надо будет включить сейчас каким-то образом, но это, наверное, вряд ли получится, потому что он там побитый жизнью. Ввести свою учетную запись и только потом разблокировать. Ну, а так, я вам основу основ показал. С аппарата, который висит на заставке, такой фокус уже не проканает, как вы поняли, потому что видать нужно, ну, не видать, а нужно заходить под свою учетную запись. Вот такой нюанс разблокировка. Ну, утилиту я самому показал, ништяк. Это самое главное. Вы, я думаю, разберетесь. Так, теперь это я закрою. За то время, пока ролик снимался, монтировался, 1333 изменения произошло. За это время появилась новая программа для прошивки Xiaomi. Все, все видео по прошивке, по универсальной программе, по каким-то нюансам. В плейлисте Xiaomi можете посмотреть. Мною, значит, записан был обзор вот этой программы, по-моему, даже один или два раза. И ей я вот этот аппарат тоже мучаю тут на фоне, качая для него прошивку. Из общих таких черт про эту программу могу сказать, лучше смотреть отдельное видео. Могу сказать, что она умеет шить из рекавери с заблокированным загрузчиком, стоковую официальную прошивку, глобалку. Флэш-тол она может включать, если аппарат на МТК. не флэш в нее встроенный, через который мы сейчас попробуем прошить аппарат. Ну и, в принципе, вот тут ряд функций, которые можно было бы использовать. В том числе, загрузку прошивки прямо с самой программы. Вот так она выглядит. Ставим галочку и качаем. И для прошивки не флэш, мы для прошивки из рекавери. Вот такое интересное видео получается. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok